так продолжаем говорить про деревья что с ним можно делать давайте вкратце напомню в прошлый раз мы научились делать такую штуку мы брали дерево еще одно дерево я просто рассказать дерево или не рисовать мы брали деревом научились делать с ним двоичные подъемы с помощью двоичных подъемов мы искали штуку который называется ловис кома нанцесс брали вершинки для них искали ближайший общего предка такой был план так ну и домашки если кто-то решил домашку домашки еще не было поэтому я надеюсь все справились вы научились не только искать общего предка но и считать какую-то функцию на пути то есть если у вас есть какие-то две вершины искать вершина у это вершина в можете взять путь от у до в на этом пути посчитать какую-то стативную функцию кто не кто решал домашку знать как делать кто не решал тот сходит на практику и поймет как это несложно вот это все научились делать с помощью техника двоичные подъемы хорошо теперь двоичный подъем прекрасная техника но она работает только когда граф не меняется когда у вас дерево вот оно какое было такое есть а как только у вас значение на в дереве меняются двоичные подъемы сразу становится хуже потому что непонятно как пересчитывать когда у вас меняются какие значения вершинах или на ребрах не суть а непонятно как пересчитывать двоичные подъемы потому что они сразу все меняются и надо все пересчитать более-менее так же как с разреженной таблицей у нас было сразу ее легко построить по данному массиву если массив меняется непонятно как перестраивать сегодня мы изучим технику которая умеет перестраивать значит мы изучим такую структуру данных она умеет делать соответственно две операции у вас есть дерево и в нем записаны какие-то значения где больше раз на ребрах или на вершинах у дерева вершины ребра почти одно и то же потому что у него более-менее каждой вершине предел на верхнее ребро поэтому если у вас значение на ребрах или на вершинах цель разницы почти никогда никакой не давайте считать что на ребрах например давайте что-то каждом ребре написано какое число и мы хотим делать такую штуку мы хотим взять две вершины от удавы и посчитать функцию вот на этом пути . функцию напишем конкретную я пишу сумму от него а значит мы хотим возьмем calc от удавы он считает какую-то вот сумму на пути от у на в нашу сумму просто простоты ладно это это как можно любое стены функции вот а второе вторая операция поменять значение вот давайте я скажу сет сет в там x будет вот 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 задать значение задать значение нам стал в ну ладно если мы ребро задаем значение он давайте у в скажем как не перспективно берем какое-то ребро задаем значение ребра вершин почти одно и то же вот любой любое ребро может быть вершиной да вот нижняя вершина ребра она назначено это ребро вот каждого у каждой вершины есть одно сверху торчащие ребро поэтому вместо того чтобы сдавать ребра можно вот писать в нижнюю вершину будет то же самое привет все хотим две такие операции хочу поменять значение на ребре или в вершине и хочу посчитать функцию на ком-то пути что конец вот такую штуку мы сегодня сделаем что у них очень ценно ладно так хорошо так давайте сначала берем тупой случай на рите прежде чем думать порталка с задач на дереве давайте по дому простые штуки вот а вот если наше дерево это очень простой структуры например наше дерево это бамбук вот пускай у нас есть вот такое дерево вообще полезно думать прежде чем решать задачу влежать простую вершину понятия простую версию умею решать если мы простую версию не умеем решать стоит вообще печально значит как бы есть сложную вершину то вряд ли решим да вообще простую версию решим то есть наше дерево это бамбук тогда во что превращаются наши запросы запросы на отрезке да вот нам дают какие-то вершины у и в это просто какой-то кусок этого пути нам надо на этом вот на этом куске посчитать функцию на вот там нам нужна структура данных который умеет менять значение в точке считать сумму на отрезке что это структура данных дерево отрезка замечательно такую штуку мы уже знаем ну значит это во первых следует вывод что проще чем дерево отрезков рад что-то получится то есть как бы совсем на халяву вряд ли получится но тут делали дерево отрезков наверно здесь что-то получится такой же а то еще хуже вот а во вторых ты можешь толкнуть мысль что-то делать в большом случае как мы будем решать задачу на дереве план такой план вот мы умеем решать на пути раз мы возьмем дерево разобьем его на пути и потом на этих путях посчитаем дерево отрезка так вот так вот зачем это прочитал так так что такое хэвилай декомпозиции хэвилай декомпозиции это разбиение собственно дерева на пути как мы разобьем дерево на пути ну поехали давайте я просто напишу как мы разобьем там дальше нет нормального русского названия к сожалению тяжелая легкая декомпозиция не звучит тлд не очень да а значит какой план возьмем дерево новое нарисую дать новое нарисуем большое красивое дерево то маленькое некрасивое потенцию большого и красивое дерево эти будет много детей но это и будут какие-то дети еще тут еще что-то будет торчать и тут вот будет много детей торчать и тут какой-то вот такая песенка и тут что-то еще торчит давайте большое красивое дерево нарисуем чтобы на пол доски потом пришлось стирать да тут еще немножко осталось место возьмем дерево смотрите план давайте у каждой вершины одно из ребер ведущих вниз назначим жирным то есть тяжелым у каждой вершины вот один из детей будет тяжелым ребенком тяжелым ребенком очень просто назначим он же ребенку которого самый большой вес сплошной так сказать шейминг так скумить водный маркер план выберем каждую вершину выберем самого тяжелого ребенка это вершины то есть ребенка в котором больше всего суммарно вершин в подделе и скажем что это ребенок самое тяжелое и покрасим в специальный цвет ведь но по это вершин есть всего один ребенок когда один ребенок он самый тяжелый ты не самая туалет полного всего одна ваша у этой вершин тоже один ребенок вот это вершин 3 ребенка из них самый чел очевидно левый Поэтому вот это будет тяжелая ребра. У этой два ребенка тяжелый правый, у этой три ребенка тяжелый левый. Так, тут что творится? Это тяжелый, это тяжелый, это тяжелый, это тяжелый. Это тяжелый. Так, у верхней вершины какая больше, левая или правая штука? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Значит, это тяжелый. И это тяжелый. И это тяжелый. Кого забыл, кого не забыл. Да, чем еще наделать? Дайте, что-то приделаю еще. Что-то будет тяжелым. А тут чем приделать? Чтобы побольше было всякого. Чтобы потом жалко было стирать. Ну, сойдет. Сойдет? Нормально. Итак, что мы сделали? Мы взяли каждую вершину. Посмотрели на ее детей. Взяли под дерево с максимальным размером. Максимальный суммарный размер. И сказали, что вот это ребро будет жирным. Отлично. Теперь смотрите. Вот эти вот выделенные тяжелые ребра, они образуют пути. Пути. Почему пути? Ну, понятно, что почему пути. Потому что у каждой вершины есть одно выделенное ребро вниз. Если мы пойдем по какому-то ребру, то у следующей вершины есть только одно выделенное ребро, у этой только одно выделенное ребро, у этой только одно выделенное ребро, только одно ребро и так далее. Поэтому ничего сложнее пути не получится. Не может быть развилки в этой. Давайте эти пути выделим. Давайте возьмем... Вот все тяжелые ребра, выделим их вот так вот красивенько. Скажем, что это такие пути. Это будут тяжелые пути. Здесь тяжелый путь, такой большой, красивый. Тут есть такой тяжелый путь, красивый. Тут есть тяжелый путь, маленький, некрасивый. А останутся еще вершины, у которых вообще нет тяжелых ребов. Мы с ними сделаем очень просто. Скажем, что это тяжелый путь с одной вершиной. Маленький такой тяжелый путь. Тут маленький такой тяжелый путь, маленький тяжелый путь. И тут маленький тяжелый путь, что ко мне пристали. давайте потом а и тут такие маленькие тяжелые пути в большом количестве до конца события хорошо все такая картинка получается это вот такая картинка называется хэви-лайдик позиции мы выбрали взяли все ребра разбили их на тяжелые и легкие что такое тяжелое ребро это очень просто это самое самое тяжелое поддерево у каждой вершины одно поддерево самое тяжелое оно тяжелое все остальные ребра легкие дальше мы выделили все тяжелые ребра посмотрели на какие пути они разбивают наше дерево построили все эти пути все конец знаете что мы все это можем сделать за линию по данному дереву поверите или докажем это как сделать такое за линию вот мы за один обход дерева можем построить всю декомпозицию это как доказывать и построить вот я хочу построить вот такую декомпозицию можно сделать эту каждую вершину найти самому тяжелого ребенка давайте как найти у к Windows увеличить самому тяжелого ребенка что биса можем посчитать все веса за один обход дерево на вот когдатанах для каждого поддерева можно посчитать суммарное количество Remember там падии делали уже дальше у каждой вершины нужно найти максимального ребенка но это нужно найти максимум в массиве, справитесь. Находим максимального ребенка, делаем ребром выделенным. Дальше у нас есть выделенные ребра, их нужно разбить на пути. Справитесь, вы программисты, правда? Берём вершину, берём выделенное ребро, у него берём выделенное ребро, пока не дойдём до тупика. Потом берём следующую вершину, берём выделенное ребро, а пока не дойдём до тупика. Вот так найдём все пути. Справитесь? Всё, Amazing. Эту картинку мы всё за линию постоим. Отлично. Как этим пользоваться? Пользоваться этим будем очень просто. Смотрите, возьмем какой-то путь от У до В. Вот есть У, вот есть В. Опять же, как выглядит путь от У до В? Это путь до ЛЦА и дальше вниз. Вот есть ЛЦА от У и В. Вот путь выглядит так, надо пойти вот до сюда, а потом дойти вот до сюда. Возьмем эти два куска. Давайте отдельно посчитаем для профилактики. Можно проще делать, я не знаю, пока что. Упрощаю алгоритмы, а не только это реализовывается. Чтобы реализовывать, проще с двух сторон сразу идти. Неважно. Возьмем, разбьем два куска. Значит, как разобраться кусок? Возьмем вот кусок, разобьем вон куски тяжелых путей. То есть мы пойдем на вершинку У. Пойдем от нее по тяжелым ребрам, пока не упремся. Вот тут есть какой-то кусок тяжелого пути. Вот он не заканчивается, он дальше куда-то вот сюда идет. Вот нам нужен вот этот кусок тяжелого пути. Дальше у нас есть легкое ребро. Пропустим его. Опять возьмем следующую вершину, возьмем от нее сколько-то тяжелых ребер. Эти ребра опять тяжелые. Они опять же здесь не заканчиваются, они как-то обычно вот сюда уходят, как-то вот по такому пути. Вот нам нужны вот этот вот кусок. Тут возьмем следующую вершину. Тут как-то тоже есть какие-то тяжелые ребра. Ну, они как-то вот, давайте, вот они слева уходят, как-то вот так вот. Как-то вот так. Вот есть какой-то такой тяжелый путь. Вот нам нужны все тяжелые ребра отсюда до сюда. Давайте все их возьмем. Вот. План такой. Мы идем от вершины У до ближайшего общего предка. И берем ребра кучками. Берем кучку ребер, которые вот подряд идут с тяжелые ребра. Вот. Давайте возьмем какие-нибудь две вершины. Давайте какие-нибудь бесхозные вершины возьмем. Какой-нибудь вот это будет вершина У. Вот здесь будет вершина В. Сейчас я спорчу картинку. Ну и ладно. Я уже смирился с тем, что происходит истереть в принципе. Так. А что мы делаем? Берем вершину У, вершину В. Нам нужно посчитать функцию на вот таком пути. Как мы ее считаем? Берем вершину У. Идем от нее до ЛЦА. Вот это ЛЦА. Подачу. И собираем все, что собирается. То есть нам нужно взять вот это ребро. Потом нужно перейти сюда, взять вот эти ребра. Видно, что они другого цвета. Ну, видно немножко. Еще позже к ней нарисую, потому что потом было страшнее стирать. Теперь нужно пойти от вершинки В тоже до ЛЦА. Нужно взять вот это ребро. Потом перейти сюда, взять вот этот кусок. Ну и так далее. Еще нужны вот эти ребра. Если у нас на ребрах функция, еще надо вот эти ребра посчитать, не забыть. Легкие ребра тоже нужно посчитать, не забыть. Угу. Вот. Там, Мэйз, наш путь состоит из таких кусков тяжелых ребер, ой, тяжелых путей. И еще вот этих легких ребер. Угу. Давайте посчитаем, сколько, собственно, у нас будет легких ребер на этом пути. Сколько будет тяжелых ребер. Утверждение. Легких ребер на пути будет мало. Сейчас поставим эти утверждения. Утверждение. Легких ребер мало. Ну, почему? Ну, давайте возьмем любую вершину В. Посмотрим на путь от нее прям до корня. Давайте прям до корня дойдем. Давайте вот на любом пути от В до корня мало легких ребер. Давайте подумаем. Почему их мало? Ну, потому что мы будем каждый раз делиться. На что делиться? Куда делиться? Ну, если мы проведем тяжелый путь. Да. Сделаем отвилку. Так. Допустим. Чего? Одну. Да. Потом ту отвилку еще раз. Ну, там будет логарифт. Будет логарифт, действительно. Ну, давай, дайте как. А как вам вряд ли сверху снизу или снизу вверх? Вам уже умножать на 2 или делить на 2? Проблема. Давайте умножать на 2. Давайте снизу вверх пойдем. Вот пойдем от В вверх до корня. Значит, у нас в какой-то момент было легкое ребро. Значит, посмотри, вот эти были тяжелые ребра. А здесь было легкое ребро. Давайте посмотрим вот на эту вершину. Вот у нее, вот это ребро легкое. Да? Значит, оно не тяжелое. Значит, где-то есть тяжелое ребро. Значит, есть какое-то другое ребро, которое тяжелое. Значит, понимаете, вот вес вот этой части, он больше равен, чем вес вот этой части. Правильно? Потому что это ребро тяжелое. Значит, вес вот этой штуки как минимум в два раза больше, чем вес вот этой штуки. Давайте. Если вот это вот вес Х, то это больше равно Х, а это больше равно, чем 2Х. Правильно? То есть, переход по легкому ребру, он как минимум в два раза увеличивает количество вершин в вашем текущем пантере. Правильно? Поэтому, если вот мы стартуем с вершины В и дойдем до корня, каждый раз к нам проходим по легкому ребру, мы увеличиваем в два раза размер нашей компоненты. А когда мы дошли до корня, наш вес равен Н, ну, поэтому Н должно быть не больше, чем 2 в степени К, где К количество легких ребро. Значит, К будет не больше, чем локоть. Больше. Да. Прилево. Ну, действительно, как бы, посмотрите на любую вершину и напустите от нее до корня. Видите, вот почему какая-то глубокая вершина. Это глубокая вершина. Видите, от нее вот тут всего было чуть-чуть чуть-чуть, всего одно легкое ребро в конце. Значит, купить, ну, еще куда-то скучно, вершина, вершина, вершина. Вот здесь легкое ребро, а потом раз, и сразу черлык будет такой большой. Вообще, если дерево порождает, у вас какой-то бамбук, то это бамбук становится тяжелым, поэтому там легких ребер не бывает, короче. Если у вас есть легкое ребро, то, да, это какой-то вот от вилочка в бок, а от вилочек таких не можете его, чем логарифм штук, потому что у вас дерево разботвиться слишком сильно. Максимально невнятное объяснение, почему. Вот это, на контрасте с этим. Это, я считаю, довольно формально объяснение. Окей. Отлично. Итак, вот этих легких ребер будет логарифм штук. Легких штук, легких ребер логарифм штук. Вот этих вот кусков тяжелых путей, их тоже логарифм штук. Правильно? Потому что между ними есть легкие ребра. То есть у нас есть вот этих вот, дайте вот, вот этих вот. Вот этих ребер, их логарифм штук, да. То есть если взять вот эти куски, этих кусков, их тоже логарифм штук. Да, потому что они разделены этими легкими реберами. Хорошо? Отлично. Ну и как же нам посчитать функцию, смотрите, ну теперь все, это уже конец. Теперь мы хотим посчитать функцию отсюда до сюда, да. Мы разбили на куски тяжелых путей. Что мы сделаем с этими кусками? Мы посчитаем на них, там же дерево. Да, мы посчитаем на них с помощью деревоотрезков. И мы свели задачу вот к такому случаю более-менее. К этому случаю свели задачу. А в том случае нам нужно использовать деревоотрезков. Что мы делаем? Давайте, все, конец, все будет весело, говорит. Все очень просто. Мы берем наш прекрасный дерево, разбиваем его на эти прекрасные черные пути, за линию. Дальше на каждом пути строим деревоотрезков. То есть каждый путь, это на самом деле будет деревоотрезков. Можно я не буду рисовать деревоотрезков? Короче, вот каждая такая вот обведенная штука, это на самом деле деревоотрезков. Все, естественно, как выглядели деревоотрезков, да. Уже лабу написали, все, короче, большие знатки деревоотрезков. Все. Теперь, как мы считаем функцию на пути от у до в? Мы находим и холца, умеет чистить котелца уже. Можно без этого, неважно, короче. Разобрать, где холца, можно взять прямо оттуда, взять котелца и сюда приделать. Непринципально. Теперь, разбили на два куска, до чудова и до чудова. На каждом куске мы делаем что? Мы берем вершину, берем и смотрим, где конец ее тяжелого пути. Если конец тяжелого пути ниже, чем вершина, ну, не хочу кот писать. Давайте я потом хороший кот напишу. Если вот эта вершина, она ниже, чем лца, тогда мы берем целиком этот кусок тяжелого пути, вот от у и до верхнего конца тяжелого пути. Берем весь этот кусок, прибавляем к ответу. Дальше берем легкое ребро, проходим через легкое ребро, переходим сюда. Если верхняя граница выше, чем лца, тогда берем кусок до лца включительно. Включительно, сложно сказать. У нас функция на ребрах, да? На вершинах проще было бы, неважно. А, возьмем кусок вот этого тяжелого пути до лца, прибавим его к ответу. Потом то же самое с вв сделаем. Какая будет сложность? Здесь видно, у нас будет логарифм кусков, в каждом мы делаем запросы деревоотрезков. Давайте, где-нибудь, дайте тут помечу. В очках мы будем делать залог квадрат. Как делать изменения? Да, находим нужное ребро, находим в каком оно дереве отрезков, вот в то дерево отрезков идем, меняем в нем значение. Будет залог просто. Все. Можно ли лучше, можно лучше, разберемся в следующий раз. Смотрите, вот эту штуку можно сделать залог, но это довольно мутно. Надо будет применить довольно много всякого магии, включая сплэйт деревья. В другой раз, ребят. Ну что, оперативненько, нормально. Давайте расскажу, как это писать, на самом деле, чтобы с ума не сойти. Потому что у вас стоит в лабе, в следующий. Ничего страшного, на самом деле, нет. Смотрите. Берем вершину. Нет. Еще раз. Берем вершину, считаем размеры под деревьев. На каждой вершину находим самого тяжелого ребенка. Разбиваем на пути, строим деревья отрезков. Все звучит несложно. Дерево отрезков восстанавливается в прошлом раза. А чтобы страдать немножко меньше, значит, новая школа современного программирования здесь делает немножко проще, чтобы еще меньше страдать. Смотрите. Как дело, чтобы еще меньше страдать? Возьмем наше дерево. Давайте возьмем просто дерево. Выпишем вершины в правильном порядке, смотрите. Давайте возьмем дерево. Не хочу это. Хочу маленькое дерево. Маленькое дерево. Давайте маленькое дерево нарисуем здесь. Хочу с номерами вершин просто. Я не хочу писать номера вершин на том дереве, оно уже большое. Давайте будет вот один, будет как-нибудь два, 3, будет как-нибудь четыре. Давайте как-нибудь вот так вот. Такое маленькое дерево нарисуем. Возьмем наше прекрасное дерево, посчитаем размеры под деревья. То есть это будет один, два, один, два, два, один, четыре. У каждой вершины выделим одного ребенка, который будет старшего ребенка. У этой будет этот, у этой будет этот, у этой будет этот, у этой. Это все можно делать в одном обходе на самом деле. Можно один раз запустить рекурсивный обход, который обойдет под деревья, узнает их вес и найдет старшего ребенка. А теперь сделаем такой обход дерева, который сначала заходит в старшего ребенка, а потом в всех остальных. То есть мы вот... Код написать? Прям код написать? Ладно, давайте так. Называется DFS, потому что это DFS search, неважно. Что такое DFS search? Почему он так называется? Может, берем в следующем семестре, это будет еще, короче, не принципиально. Мы обойдем дерево, берем вершину X. Что мы сначала делаем? Мы берем самого большого ребенка этой вершины, давайте будет heavy от X. Давайте, если нет детей, если heavy от X равен NULL, тогда ничего не надо делать. Так, нет, надо вывести вершину. Не забыть, сейчас, секундочку, секундочку. Надо сделать, добавить мою вершину, во-первых. Пуш, бэк, почему я пишу пушбэк? Это же не плюсы. Ладно, неважно, короче, X. Так получилось. Ну так получилось. Я начал писать пушбэк, пришлось написать пушбэк. Неважно. Так, теперь смотрим. Если у нее нет детей, если heavy от X это NULL, тогда все хорошо. А иначе, что мы делаем? Мы берем, сначала заходим в тяжелого ребенка. Я скажу dfs от heavy от X. Сложновато, пишу, но неважно. Можно проще написать. А дальше прибираем всех остальных детей. For, давайте, y, chill the ran от X. Перебираем всех детей. Смотрим, если это не тяжелый ребенок. Тогда делаем из него dfs. Вот такой, короче, обход. То есть, я хочу обход. На самом деле, можно проще делать. Можно просто heavy переставить на первое место в списке. Можно взять список детей, тяжелого ребенка переставить на первое место и просто запустить тупой обход. Вот без всяких этих hf. Немножко проще будет. Что получится? Значит, мы вот стартуем в корне. Дальше идем в тяжелого ребенка в 3. От него идем в тяжелого ребенка в 5. От него идем в 7. Возвращаемся, у этого больше нет детей. У этого есть ребенок в 6. Возвращаемся, возвращаемся, идем сюда. Будет 2, 4. У нас получается вот такой прекрасный порядок. Вот мы в таком порядке обошли вершины. И дальше, собственно, простое утверждение. Если мы в таком порядке обходим вершины, то в этом порядке пути тяжелые идут подряд. То есть мы пойдем в тяжелый путь. Вот 1, 3, 5, 7. Вот он. Вот это тяжелый путь. Потом есть маленький тяжелый путь 6. И есть тяжелый путь 2, 4. То есть если мы в таком порядке обойдем вершины, то у нас просто тяжелые пути будут идти подряд. Дальше можно сделать просто. Дальше можно взять и вместо того, чтобы делать для каждого пути отдельное деревоотреско, можно делать одно большое деревоотреско. Можно делать вот в таком порядке деревоотреско размера N. Вот прямо на том массиве. И все, используя только одно деревоотреско на все случаи жизни. То есть когда вам нужно... Вот вам... Есть какой-то вот отрезок пути. Вот вам нужно от этой вершины, вот от вершины Х до вершины У. Вот вы знаете, что Х и У находятся в одном тяжелом пути. И вам нужно найти сумму на этом куске пути от Х до У. Теоретически можно делать сложно. Можно взять вершину Х, посмотреть в ком она на тяжелом пути, посмотреть для этого тяжелого пути какое-нибудь деревоотресков, пойти вот в то деревоотреско, в нем поискать. Еще найти индексы этих двух вершин. Короче, можно много геморрой на это наполнить. А можно делать, короче, проще. Можно взять эти вершины Х и У, найти их в том большом массиве P, и просто в том массиве P взять отрезок от Х до У. Это будет кусок тяжелого пути, потому что тяжелые пути подряд в этом отрезке. Вот. Это значительно упрощает вообще жизнь, когда вы это будете реализовывать, а вы это будете реализовывать скоро. Я не хочу весь код писать. Давайте еще немножко упрощения в жизни. Знаете, второе упрощение в жизни, на самом деле вот это LCA не нужно отдельно считать. LCA можно считать прямо по ходу вычисления функции. Значит, что можно делать? Давайте, что нужно хранить? На самом деле, хранить нужно не так много всего. Понимаете, для каждой вершины нужно хранить в каком он находится тяжелом пути. Вот проще всего это хранить, хранить просто верхнюю вершину тяжелого пути. То есть, для каждой вершины можно хранить ссылочку вот на верхнюю вершину тяжелого пути. Отсюда хранить ссылочку сюда. Вот из этих всех хранить ссылочку вон туда. Ну, из нее тоже в себя. И из этой хранить ссылочку в себя. Для каждой вершины будем хранить ссылочку в верхнюю вершину ее тяжелого пути. Все, это все, что нужно хранить. Остальное само посчитаем. А, ну еще глубины вершин посчитаем тоже. Нужны мне глубины вершин. Сейчас я подумаю. мне кажется глубины вершин даже не нужны сейчас нужны нужны глубины вершин тоже посчитаем да ты точно все знаете точно это все что я буду хранить я буду хранить для каждой вершины и глубину ссылочку на верхнюю вершину тяжелого пути и вот такой дерево отрезка все это точно теперь как вычислять функцию на пути параллельно вычисляя лца чудо смотрите возьмем вершину у возьмем вершину б давайте одновременно пойдем в сторону лца и по дороге вам считать функцию еще больше просто пойдем на вершину у вершины в посмотри какая из них пониже в чем-то вершину которой нет нижняя в где больше чем давайте вот пускай д от в она больше равно чем д от у да если вы равно год а до конец нижнюю вершину пойдем от нее по тяжелому пути до сколько сможем дойти мы пойдем тяжелый путь вершины в он так вот идет вершины вон вот до куда-то идет рискуй тяжелый путь вершин возьмем верхнюю вершину этого тяжелого пути посмотрим вот эта вершина она выше она вот сейчас сейчас секунду сейчас я туплю глупый сказал глупый сказал потому что не надо говорить глупости сейчас фикс да бывает когда давно не пишешь все выходит потому что используется потому что не так фикс посмотрим вершины у вершины в посмотрим на каких они тяжелых путях если они на одном и том же тяжелом пути тогда просто посчитаем между ними расстояние все хорошо возьмем вот эти вершины давайте это будет ой господи эти будет у штрих и в штрих нет больше букв используем сегодня все как не было еще давайте давайте вот знаете план такой вот x то будет топ от у игрек это будет топ от его если найти как понять что как понять что у его лежат в одном тяжелом пути если верхняя вершина одинаковая на путь одинаковый если x равно игрек тогда мы просто считаем отрезок пути от куда бы с помощью этого деревоотрезка прибавляем к ответу и все как к ответу прибавляем вот там вот сумму от удавая и все гг это запрос дверь в отрезков ну там если вам нужна сумма на ребрах то там плюс-минус ездички будут какие-то неважно посчитайте сами а хорошо теперь если они жат на разных путях тогда посмотри на верхней вершины возьмем ту которая пониже вот эту нижнюю вершину утверждение нижняя вершина она точно ниже чем олдса вот если игрик ниже чем x тогда вершину игрек точно ниже чем олдса потому что вот эти притчи сяраны эти притки разные эти притки все разные его.то этот кусок точно можно добавить вот хочу вот этот кусок добавим его к ответу и вот точно можно пройти мы極 played outside еще не добежали Если глубина y больше равна, чем глубина x, то добавляем это к ответу. Сумму от v до y. И v перемещаем вот сюда. v равно y v. Опять, если сумма на ребрах, надо еще это ребро посчитать. Если сумма на ребрах, надо еще это ребро не будет посчитать. На самом деле само посчитается. Если сумма на ребрах, обычно сумму на этом ребре можно написать в y вот сюда прямо. Поэтому посчитайте вот эту сумму, она посчитается включительно с этим ребром. Неважно, короче, добьете сами на плюс-минус единички. Вот, а иначе делаем наоборот. А иначе, к ответу, прибавим сумму от u до x и u равно x. Ну и все, ебал трус вверху фигачим, а все. Топ-код, я считаю. На самом деле вот настолько простой код. Вроде даже не накосячил нигде. Я считаю сумму по вершинам. Потому что так привычно писать на самом деле. Если сумма по ребрам, надо немножко поаккуратнее делать в конце. На самом деле просто в конце аккуратнее, чтобы... Важно, разберетесь. Вот. Все. Ничего сложного. То есть, если у вас здесь дерево отрезков с первой лавы. Не продолбали. Там можно прямо взять дерево отрезков, написать более-менее вот столько кода и все. Ничего страшного. Ничего страшного. Успею? Я все рассказал, что хотел. Я хотел вам бонусом рассказать то, что я не хотел прошлый раз рассказать. Давайте зафиксируем. Мы научились это все делать. Мы делаем запрос за логарифм в квадрате. Мы делаем изменения за логарифм. На следующей лекции мы сделаем то же самое. Только еще мы будем перестраивать дерево. А еще мы сделаем то же самое залог с помощью линка от деревьев. Это будет через неделю. А сейчас я хочу еще бонусом вам добить тему, которая в прошлом году не влезла. А я хочу. Давайте. Да? Есть вопросики еще по этому? Да? Точно нет? Да? Стираю? Так. А вопрос по... Сейчас. То есть, они... Вот этот логарифм, который считает, он до ЛЦ в этот момент доедет? Да. Значит, мы берем вершину, смотрим на верхнюю вершину пути. Берем нижнюю, берем этот кусок целиком. Переходим сюда. Здесь опять у этой вершины есть какая-то верхняя вершина. Здесь опять есть х и какой-то у. Он там. Берем вершину, выбираем нижнюю, добавляем это к ответу. Переходим к верхней вершине, вот сюда. Вот это будет у. И в какой-то момент они окажутся на одном пути. Потому что все время вверх движемся, мы не можем бесконечно вверх двигаться. Рано или поздно мы к корню придем. Поэтому в какой-то момент у и в окажутся на одном пути. Вот в этот момент, когда они на одном пути, у нас сработает вот этот ив. Мы возьмем вот этот кусок пути и все. Закончимся. Почему у ниже, чем вот сам? Ну смотри, смотрите, берем вершину у и берем вершину в. Вот у это какой-то предок вершины в, а х какой-то предок вершины у. И они разные. Нуれ compra по всему, прямо где-то. otz х находится выше, чем у. Значит, вот все предки до у они тоже разные. То есть, вот все предки на этих уровнях они разные. Если я возьмем вот эти вот уровни. Есть здесь какие-то предки у вершины у, есть какие-то предки у вершины в. Это разные предки потому что это разные пути просто. Все тяжелые пути не пересекаются. Здесь, как одни, здесь другие предки. Значит, это разные предки. Короче, лса находится где-то выше. вроде все рассказал да вроде все понятно даже код написали вроде все он правда несложно все слова я так так убеждаю как будто я сам не верю все хотим новый трешок давайте должно быть что-то веселое правда я хочу кому-то сказать как искать левел ансессоров за единицу как кому я еще это скажу как не вам новая задача сейчас что затру сейчас точно нет больше вопросов ладно давайте я потихоньку сотру ладно еще темы которые немножко бонусные то что я не успел сказать в прошлый раз потому что никогда не успевает рассказывать на 7 про лца поэтому расскажу сейчас а помните мы в прошлый раз учились катя лца мы сначала делали какие веселые грибы за логарифм а потом в конце короче выпили фанты и доделали все до единицы мемы из 90-х слишком сложно а так вот короче мы как-то вот накрутили очень много всего и получилось что можно строить за линейное время еще за единицу отвечать на запрос вот так иногда бывает сейчас я хочу еще одну задачу сделать то же самое а задача есть у вас дерево я правда еще на деревочной системе давайте еще на дерево нарисую простите и не такая лекция буду рисовать деревья больше деревьев сегодня богу деревьев тут чем еще на все вот есть вас дерево красное я хочу отвечать на такие запросы я хочу взять вершину и пойти от нее на нужное расстояние вверх возьму вершину в посмотрите посмотрим на ее предков вот я хочу быстро наткнуть в нужного предка на нужном уровне у меня есть есть у меня уровень естественно вот вот есть уровень 0 уровень 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 вот если у меня вершина в у нее есть набор предков все эти предки на разных уровнях находятся правильно я хочу взять предка на нужном уровне очень такая простая задача я хочу взять л а от в давайте на уровне это будет предок вершины в на уровне просто чтобы глубина его была равна л это задача это то же самое как просто двигаться вверх на расстояние d то есть как бы если я скажу что например вот я скажу что d это будет просто глубина вершины в минус л да просто вот расстояние на которое надо подняться вот давай это уровень вершины в глубина ее правильно вот l куда я хочу впасть мне нужно подняться вверх на расстояние d я хочу на расстояние два вот 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 эта вершина цепь это штука это будет d это на сколько мне надо подняться вверх то есть я хочу уметь ходить вверх на нужное расстояние забыстро контакт все-все-все все задача вот вот что я хочу уметь делать я хочу уметь из вершины попадать в нужного предка за быстро Давайте, как залог делать? Двоичные подъемы. Как делать двоичные подъемы? Подняться на скотто, как посмотреть на огнем дом, подняться по-меньшему. Мне кажется, можно даже на лекцию это рисовать. Мне кажется, я прям код писал на лекции. Как это делать? А, в домашке у вас есть такая же, только с весами. С весами немножко хуже, на самом деле. В домашке у вас есть такая же штука, только у вас у ребер еще длина есть. Если у ребер есть длина, это немножко страшнее. Тут у ребер нет длины, тут все ребра единичные. Ну вот. Итого, залогарифм делается просто. Давайте уголочки напишу. Значит, я хочу предподсчет, опять же. И запрос. Давайте. Я делаю двоичные подъемы. Двоичные подъемы предподсчет делается вставим лог-эн, запрос за лог-эн. Видно что-нибудь? Ладно, что ты... Я перестал стараться выписывать букву вообще. Ладно. А... Отлично. Давайте оптимизить. Я смотрю, зачем другой модный способ вообще разбираться с деревьями. Смотрите. Чудный способ. Плохое дерево нарисовал, опять. Уже чувствую. Слишком маленькое. Ну ладно. А... Сейчас мы сделаем штуку, которая называется модным словом лесенки. Смотрите, что мы сделаем. Пойдем наше дерево. Разобьем его на пути. Только разобьем его не на тяжелые пути, а на длинные пути. Давайте. План. План. Значит, берем дерево, разбиваем на длинные пути. Что такое длинные пути? Это то же самое, что тяжелые, только выбираем самый длинный. Понимаете? Мы берем вершинку V, смотрим на ее детей. В каждом поддереве смотрим на самый длинный путь. Выбираем из этих путей самый длинный. Максимальную высоту дерева. Длинный путь просто высота дерева на самом деле. Максимальную длинную путь. И вот то ребро, которое ведет в эту самую длинную, делаем тоже выделенным. То есть, опять же, делаем одно ребро выделенным, но не то ребро, которое ведет самый тяжелый ребенок, а которое ведет самого длинного ребенка. Выбираем из всех детей ребенка, у которого самая большая высота. Понятно, что это разные вещи, да? Высота и размер. Да? Да? Хорошо. Вот. И в него делаем выделенное ребро. Так, ну давайте порисуем. Скучновато будет, да? Везде будет одно и то же. Ну и ладно. Вот это ребро выделенное, это 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 выделенное. Какое-то из этих выделенное. У этого выделенное, видимо, среднее вот этого, да. И в правом какая-то штука происходит. Опять же, у каждой вершины одно ребро выделенное. Ну и опять же, наше дерево разбивается на пути. Только не на тяжелые пути, а на длинные пути. Вот наше дерево разбилось на длинные пути. тут есть маленькие пути есть такой большой путь маленький путь и какой-то вот такой путь все это декомпозиция на длинные пути он как птиком подержим так называться это более лучшим четко чем тяжело легкая композиция тяжело легкое вообще не по-русски пути пути действительно это они отлично это шаг номер два также можно за линию делать все веришь может делать за линию возьмем как вершину посчитаем высоту найдем самого длинного ребенка пойдем у него сделаем разобьем это все за линию делать хорошо факт номер два мы возьмем и тяжелые пути из каждого тяжелого пути сделаем лесенку вы не поверите знаете что дело кулесника есть тяжелый путь вот есть тяжелый путь вот из трех вершинок длинный возьмем длинный путь вот пускай в нем к вершинок давайте найдем ближайшие сверху еще к вершин следующие три вершин и вот все это вместе вот наши к вершин и следующий к вершин скажем что это наша такая лесенка вот такая 1 дощечка 2 дощечка что такое лестнику как мы будем хранить будем хранить их очень просто вот будем хранить его в массиве значит каждая лесенка это будет массив просто храним массив с индексами но неважно какими как я нравится снизу вверх или сверху вниз не принципиально самом деле с какими-то индексами как удобно для каждой вершины мы знаем ее просто индекс в этой штуке набраться по индексу можно взять любую вершину все давайте нарисую путь длинный один его лесенка очень коротенько на вот такая вот у этого пути на три вершины что так скучно бывает что к вершин не хватает она прямо до корня делать тут либо к вершин либо упирается в корень лесенка вот у нее три вершины и там сверху только две осталось поэтому она в корень просто уприваться вот такая лесенка вот до сюда дойдет каждая лесенка просто отдельный массив вершин а есть камень нетривиальная лесенка нет давайте сделаем давайте давайте тут немножко расширим сознание вот у этого пути будет какая-то вот такая лесенка будет две вершины здесь и еще две вершины здесь вот отсюда выхлопить да просто до корня доходим и все вот здесь к или до корня конец утверждается что все это чудо можно построить за линию ну почему ну потому что эти тяжелые пути можно длинные пути можно построить за линию правда находим глубины находим эти длинные ребра фигачим разбиваем на пути за линию лесенке почему за линию можно построить какая суммарная длина всех лесенок давайте какая суммарная длина всех путей вот суммарная длина путей она н потому что каждая и каждая вершина на одном пути находится отлично а какая длина лесенки она в два раза больше чем длина пути поэтому суммарная длина лесенок она 2н ну не больше конечно некоторые уберлись в корень как же их построить за линию зачем не однику рекурсию линьки построить в тупую смотрите берем любой длинный путь берем его верхнюю вершину и в тупую просто находим еще к его проекте просто идем к родителям тыщ 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 нашли к родителей это можно сделать за линию поэтому лесенка строится за линейный размер за линейное время от размера лесенки суммарный размер лесенок линейный поэтому все лесенки можно построить за линию звучит несложно сейчас сейчас тяжелые наркотики пойду попозже сейчас будет это пока не очень сложно находить так найти отлично теперь как с помощью лесенок искать спросите меня нет ладно сейчас довольно быстро и как бы ситуация потеряется сейчас пока что мы все выглядит красиво потом отвернетесь и начнется короче все очень быстро сейчас будет а начнете дальше возьмем лесенку как с помощью лесенок искать предка нужного уровня поиск вот поиск и ла выглядит так вот я ищу л а от в на уровне на уровне л начнешь просто я беру вершину бы пытаюсь от нее подняться на уровень это уровень я хочу отсюда подняться вот сюда вот это мои предки я хочу как-то отсюда попасть вот сюда как это делаю я беру вершину в беру ее лесенку вот она лежит таком тяжелом пути вот пиши на в таком тяжелом пути я беру лестнику тяжелого пути и пытаюсь пойти вот сюда есть два случая либо я не долетел до вершины вот до до уровня либо я еще либо я перелетел чужой если я пока что нахожусь ниже чем уровень тогда это просто мой предок на уровне еще ниже чем я просто перехожу сюда и продолжает делать то же самое вот если уровень дайте вот пускай вот эта вершина быть вот так вот x это топ от вершины в вот беру это вот если ее уровень x он больше чем и тогда я просто перехожу в нее продолжать делать то же самое берем новую вершину берем ее тяжелый путь у нее тоже такой тяжелый путь есть он как-то вот так вот идет как-то вот так вот возьму его лесенку на вот куда-то идет еще дальше как-то вот так давайте 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 в 2 этапа если верхняя вершина находится выше чем уровень l утверждается что моя нужная мне вершина находится где-то на этой лесенке вот я же стою здесь вот это мой тяжелый путь вот это его лесенка верхний конец лесенка находится выше чем уровень l как мне пасть вот сюда спускаться долго хочу быстро вот вершина x находится на уровне dx я хочу на уровень l это я беру эту лесенку и просто в массиве ищу индекс этой вершины это лесенка просто массив я могу по индексу в любое место не уткнуть поэтому я говорю что вот риатурн ой надо взять вот эту вот лендер от вершины в и в ней пойти на уровень батюшки на уровень l минус dx правильно вот это вот 0 уровень а это будет листа вот l минус dx да и все возвращаю все конец дальше сложный вопрос сколько раз я так могу подняться пока не дойду до номера по пока не припрыгнуть из уровня это кажется что вы горит почему знаете что мы длину пути в котором лишь пришли вы увеличим хотя бы два раза почему давайте потому что вот мы пришли по лесенке верхнюю вершину этой лесенке нравится у этой вершины верхней лесенке есть вот длина пути она хотя бы длина этой лесенке пойдем верхнюю вершину лесенке вот от нее можно пойти вниз на длину этой лесенке а мы декомпозируем на длинные пути поэтому вот длина этого зелененького пути она не меньше чем длина этой лесенке длина этой штуки а вот вы длина этой лесенке это вот б когда а больше она все объяснил просто как мог еще раз декомпозируем на самые длинные пути вот из вершины в этой верхней можно пойти вниз на длину б потому что она в верхней вершине этой лесенке вот есть лесенке длины б а значит у нее есть какой-то тяжелый путь на этого пути не меньше чем длина этой лесенке вот лично ну надо раз раз я на пути а значит мы вверх пойдем не больше чем на а значит вот короче длина этой штуки на этой штуки она тоже больше а она а потому что каждому пучу лесенка такой же длины. Поэтому если есть путь длины А, то есть лесенка вверх длины как минимум А. Если возьмем любую вершину, вот здесь вот, если длина этого пути К, тогда от нее можно пойти вверх по лесенке хотя бы на К. Поэтому длина пути увеличивается хотя бы в два раза. Мы стартовали с маленькой лесенки, поднялись сюда, теперь есть большая лесенка, отсюда поднялись, будет еще больше лесенки. Вот у этой вершины будет вообще здоровая лесенка, правильно? Потому что у нее есть вот такой длинный путь, значит у нее есть большая лесенка. Хорошо. Вот, для лесенки увеличивается, скажем, в два раза, поэтому таких вот прыжков будет не больше, чем логарифм штук. Вот здесь два локру. Вот таких вот будет не больше, чем логарифм штук. 20 минут досталось, нормально. Уложимся, уложимся. Так, ну поехали, лесенки. Так, мы умеем отвечать запрос за за логарифм, париция. А, 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 а? Что я забыл? Припочет заем. Нормально? Давайте, сейчас будет еще два шага, микромакроэрлистика и все. Нормально, осталось немножко. Следующий пункт нашей программы. Смотрите, давайте скрестим уже с ежом. Смотрите, у нас есть два прекрасных метода. Здесь первый метод вот такой, второй метод вот такой. Давайте их вместе применим. Давайте построим и двоичные подъемы, и лесенки. Как это нам поможет жить? Смотрите. Жить нам поможет очень просто. Знаете, сейчас можно очень быстро искать нашего предка. Чтоб такое стереть. Нет, дерево сотру, все равно новое рисовать. Мне понадобится нарисовать еще одно дерево, последнее на самом деле. И сегодня. Скрестим уже с ежом. Смотрите, возьмем нашу прекрасную вот эту вот вершину. Построим и двоичные подъемы, и лесенки одновременно. Возьмем вершину В. Мы хотим подняться на уровень L. Вот здесь где-то есть уровень L. Давайте сделаем так. Давайте сделаем сначала один двоичный подъем. Сделаем один большой такой двоичный прыжок. Отсюда прыгнем вот сюда на 2 в степени К. Где вот К это максимальное, что 2 в степени К не больше, чем Д. Вот сделаем максимальный двоичный подъем из вершинки В. Что дальше будем делать, угадайте? Дальше несложно. Возьмем вот эту вершину верхнюю. Давайте вот X. Оттверждается, от X можно по лесенке добраться сразу до нужного уровня. Ну почему? Потому что, знаете, вот у вершины X есть вершина В. Значит, у нее есть зеленый путь хотя бы вот такого размера. Вот из вершины X есть длинный путь, который хотя бы вот такого размера. Размер может быть не ниже, чем вершинка В. Значит, у него есть большая лесенка хотя бы такого же размера. А значит, ты на лесенке содержишь в себе уровень L. Правильно? Да. Как все пока что еще держатся, да? Осталось чуть-чуть. Все, это последний треш, дальше будет микромакро-реалистикой и будет часть. Почему утверждается, что из зелененьких путей выбирали самые длинные? Вот из X можно пойти до вершинки В. А мы выбрали самый длинный путь. Значит, мы хотя бы до вершинки В доходим. Вот эта вершинка будет не ниже, чем эта, не выше. Вот эта вот будет U. Она будет больше равна, чем В. Потому что мы просто самый длинный путь всегда выбираем. Держитесь, да? Все, осталось чуть-чуть. 17 минут еще, нормально? Запасом, запасом. Три минуты останется, в конце я вангую. Нормально? Да? Нормально. Давайте запишем. Мы используем дворичные подъемы. Плюс лесенки. За сколько это будет работать? Н логан. Да. За n логан мы сделаем предподсчет. И здесь не встречаем запрос. Хорошо. Смотрите, осталось чуть-чуть. Да? Осталось убрать вон тот дурацкий логарифм. Ну, мы это будем делать примерно так же, как в прошлый раз. Мы сейчас возьмем, поделим все на логарифм. И потом немножко покурекаем с этими маленькими кусками длинный логарифм. И там что-нибудь получится в конце. Осталось чуть-чуть. Хорошо? План. Знаете, откуда у нас получилось n логан? Потому что у нас двоичные подъемы n логан штук. У нас количество двоичных подъемов n логан. С этим ничего не сделаешь. Это действительно n логан штук. Они нам все нужны. План. Давайте посчитаем двоичные подъемы не везде. Давайте посчитаем двоичные подъемы только в листьях. Представляете, что этого хватит. Представляем, что у нас двоичные подъемы есть только в листьях. Как это спасет нас? Пока что не очень спасет. Давайте покажем, что это не помешает нам искать нашего предка. Значит, строим двоичные подъемы только в листьях. Если мы посчитаем двоичные подъемы только в листьях, как решать задачу? Мы ведь подъемы в этих самых низ. Угу. Да. Так и сделаем. Смотрите, возьмем вершину v. Нам нужно попасть в какого-то ее предка. Да? Мы бы из нее прыгнули вверх, но у нее нет двоичных подъемов. Не посчитаны. Поэтому мы сначала прыгнем из нее вниз. Возьмем любого листа в ее поддереве. В каждом поддереве есть хотя бы один лист. Будем доказывать по индукции? Не будем. Возьмем любой лист в ее поддереве. v' это лист. Это тоже можно предпочитать. Для каждой вершины можно найти, можно поставить указатель в какой-то лист в ее поддереве. Справитесь. Как-нибудь, как угодно. Итак, мы сначала идем из вершины v в v' Теперь из v' мы делаем двоичный подъем. Теперь все как здесь. Мы из v' делаем двоичный подъем. На 2 в степени k. А уже отсюда, по лесенке, добираемся до уровня L. 3 этапа. Смотрите, как все. Берем вершину v, спускаемся в лист. От нее двоичный подъем, от нее по лесенке. За 3 действия добрались до вершины. За константу все еще. Окей? Можно сделать быстро. Как для каждой вершины предпочитать лист? Берем вершину v. Если она лист, то делаем ссылку в самого себя. Если она не лист, тогда берем любого ее ребенка. У этого ребенка есть ссылка в какой-то лист. Поставим ссылку себе туда же. Делается. Ну, поехали. Осталось немножко. Теперь смотрите. Оттверждается, что листьев бывает много. Даже если мы послушаем только в листьях, в листьях бывает n штук. Ну, какого дерева листьев n штук? Ну, у ежика. А вот такой прекрасный ежик, у него n листьев. Да, как бы ничего лучше не стало. Поэтому мы возьмем наше дерево и обрежем ему лишние куски, чтобы листьев стало мало. Смотрите, план такой. Возьмем наше дерево. Давайте я нарисую еще одно дерево. Давайте я давно деревьев не рисовал. Еще одно нарисую. Давайте я постараюсь очень быстро и экспресс рисование деревьев. Тут что-то нарисуем. Тут какашка. Тут. И тут еще что-нибудь такое торчит внезапно. И тут что-то такое торчит. И тут еще вот такая большая пищевина. И тут что-то торчит такое. Вот, давай. Возьмем дерево. Значит, план такой. План его немножко обкромсать, чтобы в нем осталось мало листьев. Как мы это сделаем? Мы делаем это так. Выберем какую-то константу b. И скажем, что если дерево размером меньше, чем b, то оно маленькое. Размером, давайте, меньше, что равно b, оно маленькое. А теперь просто отрежем все маленькие деревья. Так вот. Давайте выберем какую-нибудь константу b. Давайте, какая-нибудь константу b. Бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Что, Наталья, 3 или 4? Давайте 4. Нормально, 4? 5. Слишком много. Давай 4. Отвозьмем дерево. Давайте скажем, что b равно 4. Вот, отрежем все деревья, у которых размер не больше, чем 4. Давайте чем-нибудь отрежем. Вот у этого дерева размер 3. Давайте его отрежем. Ой, вот тут что получается? Сейчас, вот у этого 1, 2, 3, 4, а это уже больше. Значит, вот это отрежем. Это тоже маленькое отрежем. А это уже слишком большое. Его нельзя отрезать. Так, вот тут 1, 2, 3, 4, вот это тоже отрежем. 1, 2, 3, 4, это отрежем нафиг. Эту маленькую отрежем пищевину. Тут 1, 2, 3. Тут слишком много. Это все нельзя отрезать. Поэтому мы отрежем по кускам. Отрежем это, вот это, отрежем это. Вот. То есть смотрите, мы отрезаем дерево. Если его размер не больше B, а у его родителя больше B. То есть вот мы возьмем вот такую штуку. Значит, мы ее отрезаем. Если вот этот размер не больше B, а этот размер больше B. Тогда мы такое дерево отрезаем. Нормально. 11 минут. Почти все. Утверждение. После того, как мы обрежем все эти деревья, у нас останется не больше, чем N делить на B листьев. Если мы дерево обрежем, посмотрим, какие листья остались. У нас останутся листья. Вот здесь лист остался, здесь лист остался, вот этот лист остался. В том, что получилось не больше, чем N делить на B листьев. Докажем? Дай докажем. Ну почему? Потому что осталось N на B листьев. Ну потому что, что такое лист? Это вершина, которую мы не убили. Правильно? Правильно? Раз мы вершину не убили, значит ее размер был хотя бы B. Итого, каждый лист, образовавшийся после обрезания, это бывшее дерево размером хотя бы B. Причем эти деревья не пересекались, потому что они все листья, листья не могут другу содержать. Поэтому каждая такая вершина, это бывшее дерево размера B, таких деревьев могло быть не больше, чем N делить на B. Ну и все. Видите, ничего страшного. Ну а дальше план такой. Я выберу B порядка логарифма, вот в этих листьях посчитаю двоичные подъемы, у меня будет подличный, двоичный подъем N делить на лог, умножить на лог, будет N. Если я B выберу примерно лог N, только в этих вершинах посчитаю двоичные подъемы, у меня будет линейное временное двоичные подъемы. Хорошо? Ну и все. Ну и все. Смотрите. Теперь, как решать задачу, знаете. Сейчас разберемся. Давай сначала, сначала, какие бывают случаи, вот есть вершина V, вам нужно от нее подняться к родителям. Давай сначала двух случаев разберем. Если вершина V находится вне обрезанной части, значит, вот где-то здесь, где-то здесь находится вершина V, вот эти все обрезания ее не задели. Как для нее найти нужного предка? Как для нее найти нужного предка? Здесь есть какое-то обрезанное дерево, маленькое, вот в нем была вершина V. Теперь посмотрим, куда нам нужно попасть. Вот пускай нам из этой вершины нужно попасть куда-то туда, что находится за пределами этого дерева. То есть мы хотим на какой-то уровень L, вот здесь вот, который находится выше, чем корни этого дерева. То есть вот нужная нам вершина находится за пределами этого маленького дерева. Мы сейчас стоим вот здесь, а хотим попасть куда-то вот сюда, вот за пределами этого маленького дерева, то есть вне обрезанную часть. V находится внутри маленького дерева, а наш предок отходит снаружи этого дерева. Как нам отсюда попасть вот сюда? Здесь вершинка, тут вот что-то еще какое-то обрезанное куски. Что-то такое. Как нам отсюда попасть вот сюда? Возьмем нашу вершину V. Мы будем хранить для каждой вершины ссылку на корень этого дерева. Это мы справимся. С каждой вершиной просто поставим ссылку на корень вот сюда. Тут тоже ссылочки на корень поставим везде. Возьмем вершинку V, пойдем от нее к корню его дерева, смотрим, забежали уже или нет. Если надо куда-то еще дальше бежать, ну тогда нормально. Тогда пойдем к нашему вот этой вершинке, вот этой вот, V' и от нее запустим все то же самое. Берем вот вершинку V', от нее бежим вниз, двоечный подъем, поднимаемся по лесенке, находим живое. Видите, всего в 5-10 мы найдем. Вот мы идем до корня, к его родителю, от него вниз, от него вверх, от него по лесенке, и все, дошли. Ссылку на корень надо сделать тоже заранее. Я не буду слишком в детали вдаваться, можно? Когда мы нашли все эти маленькие деревья, мы заодно каждой вершине поставим ссылку на корень. Ну это все делается, все за линию. Это все несложно, это все, даже пишется несложно. Так, остался последний случай. Значит, смотрите, если вершина V снаружи, то мы просто делаем, если вершина V внутри, а предок снаружи, тогда мы раз-раз-раз допрыгнули, остался последний случай, когда вершина V внутри и предок тоже внутри. То есть все происходит внутри этого маленького деревца. Третий случай, он такой, вот мы находимся вот внутри этого маленького деревца, я его покрупнее нарисую, вот мы находимся в вершине V, и нам нужно попасть куда-то тоже где-то внутри этого дерева. Мы стоим здесь, и где-то внутри этого дерева нужно найти ответ. Давайте, все большие знаки. Что мы делали в прошлый раз в таких случаях? Помните? Ну, может, это то же самое для маленьких деревьев. Ну да. Сейчас мы сделаем то же самое, что сделали неделю назад для отрезков. Что мы сделали в прошлый раз для отрезков? Мы взяли, посчитали отрезки, разбили их на классы эквивалентности, для каждого класса предпочитали все запросы. Мы делаем то же самое. Возьмем все маленькие деревья, разобьем их на классы эквивалентности. Оказывается, что их не очень много. По этой карте ты не поймешь, что довольно много. Для V равного 4 уже многовато. Да, у меня все деревья разные почти. У меня есть много деревьев из одной вершины, а все остальные деревья очень разные. Ну ладно. Для V равного 4 многовато, можно было поменьше. Отверждается, сколько бывает разных деревьев размера V? Давайте, у вас уже в комбинаторе какая-нибудь была всякая такая. Нет, числа каталана. Она справедливая. Количество деревьев размера B. И это число каталана, типа там, из... Ну это как из... Ну, скобочном центре длины 2B, более-менее. Каждая вершинка, скобочки. Сейчас закроется. Вот. Я загрублю. Я скажу, что число вершин... Ой, число деревьев... Число типов деревьев. Можно поточнее число... Я напишу так, число типов. Оно не больше, чем 2 в степени 2B. Можно я так вот грубенько напишу. Тогда, смотрите, дальше сделаем просто. Возьмем B, равное логану 4. Тогда у нас число типов будет не больше, чем корень зонопеч. Я хочу все деревья разбить на типы. Вот, одинаковые. Просто по структуре дерева. Просто по структуре дерева. У меня тут все деревья разные. Давайте нарисую еще одну большинку. Вот если бы у меня было два таких дерева... Я хочу сказать, что эти деревья одинакового типа. Просто по структуре. На самом деле, еще меньше типов, потому что у меня порядок на вершинах не важен. Можно было бы сделать неважно. Грубо скажу, что 2 в степени 2B сойдет. Все. А дальше я делаю очень просто. Я беру дерево какого-то типа. То есть, вот я беру вот такие деревья. Рисую себе одно такое дерево красивое. Это эталонное дерево вот такого типа. На этом дереве я считаю все возможные запросы. Будет табличка мем. Вот от Type. И читаю все возможные запросы. Каждый запрос это вершина и уровень. Вершина и уровень, они оба размера не больше B будут. Давайте будет, будет. В и L. Правильно? Значит, я возьму и для каждого типа дерева, для каждого запроса посчитаю ответ на этот запрос. Заранее. Это опять же будет за корень Z налог подрать. Это все еще линейно. Я предпочитаю все эти запросы. Одна минута осталась. Наложился. Все. Как теперь я буду отвечать на запрос? Я беру мое дерево, настоящее, вот в дереве, в кусок. Беру этот кусочек. Смотрю, какого он типа. Беру все запросы такого типа. И думаю, в запросах такого типа, если я возьму для такой запрос, какой у меня будет ответ? Дальше беру этот ответ, переношу его обратно в свое дерево. Нахожу ответ на такой запрос. Это, на самом деле, немножко сложнее, чем кажется. Если это делать аккуратненько, это немножко сложнее, чем кажется. То есть надо хранить еще маппинг из вершин моего дерева вот в это дерево эталонное и обратно. То есть надо взять мою вершину, знаете, что нужно сделать? Есть моя вершина B вот здесь вот. Нужно от этой вершины переехать к такой же вершине в этом эталонном дереве, вот в этом вот. Найти ее номер. Дальше пойти вот в эту табличку с этим запросом. Еще надо уровень, ну, ладно, уровень компенсировать на село, как раз. Найти ответ на запрос. Вот какой-нибудь там вот, вот, у штрих. Дальше это у штрих. То есть я получил номер этой вершины вот в этом дереве. Мне нужно перейти к номеру вершины в моем настоящем дереве, вот сюда. К вершине U вот сюда. То есть нужно хранить маппинг и оттуда сюда, и отсюда туда. Не то, что сильно сложно, просто геморрой добавлено. Ну и все, я на этот ответ на запрос. Все запросы внутри маленьких деревьев, они просто за счет меморизации я предпочитаю заранее. Ну и все, короче, вот эта вся магия, короче, будет за линию. Ну это очень загрублено число Каталана. Сколок Каталана явно меньше, чем 2 в степени 2b. Ну это что, скобочные последовательности, это число любых последовательностей. Если я забью, что это правильная скобочная последовательность, то будет просто проблем. Ну это очень грубо. Может, открывающаяся скобка или закрывающаяся? Ну знаешь, скажем, скобка либо открывающаяся, либо закрывающаяся. Между ними это как-то шире. Да, ну, окей. А, еще. Можно так думать. Пускайся деревом. Давай, давай, запишем его обход. Вот он идет вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Вот он так идет. Вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Вот такая последовательность, она описывает дерево полностью. И 2 в степени 2b. Ну, по каждому ребру я ходу и вниз-вверх. Ну, это грубо, их меньше на самом деле. Вот такой треш. Ладно, надо было какой-то трешер сказать, правда? Да, ну, что он? Потому что скучно, что скучно, как-то. Все, нет. Субтитры оставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok